Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Сегодня говорим про ожирение и бариатрические операции. У меня в гостях врач высшей категории, бариатрический хирург Владимир Станкевич. Владимир Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, дорогие слушатели. Владимир Романович, я предлагаю начать в принципе с проблемы ожирения. Насколько это актуальная проблема как в мире, так и в России. Всемирная организация здравоохранения позиционирует ожирение как мировую эпидемию. Это связано с тем, что около двух миллиардов человек страдает вообще в мире ожирения. Если мы будем брать, например, статистику отечественную, то вот по данным Росстата, вот вы можете посмотреть на слайд, 17,8% мужчин страдают ожирением и 24,5% женщин страдают ожирением. Это касается и первой, второй и третьей степени. А если брать избыток массы тела, то вообще цифры катастрофические. Избыточная масса тела зафиксирована у 47 почти процентов мужчин и 35% женщин. А что такое, в принципе, ожирение, когда ставится такой диагноз и диагноз ли это? Ожирение – это вообще избыточное отложение жировой ткани. Жировая ткань откладывается не только, ну что называется, на поверхности, на передней брюшной стенке, на шее, на лице, на грудной клетке, но также и на внутренних органах. И, ну, по сути, это заболевание хроническое, по той причине, что, как мы все знаем, победить большой вес крайне сложно, и люди всячески пытаются и диетами, и прочими хищениями побороть вес, но не получается. Это заболевание фатальное, потому что то количество осложнений и ассоциированных с ожирением заболеваний, которые вот мы встречаем, ну, оно действительно катастрофичное. Мы дальше с вами об этом поговорим. Это заболевание дорогостоящее в лечении, потому что то, сколько лекарственных препаратов люди применяют вот из-за этих сопутствующих заболеваний, мы тоже увидим вот по ходу нашего с вами общения. Ожирение, к сожалению, передается по наследству. Это значит, что и дети у больших людей также имеют риск страдать ожирением. Ну, и, как уже было сказано, ожирение – это причина опасных осложнений. Какие самые страшные осложнения у ожирения? Ну, тут, наверное, Тамара следует говорить о том, чем чаще болеют люди, которые страдают лишним весом. И это вот далеко не полный, что называется, перечень заболеваний. Если мы посмотрим, заболевания ассоциированные с ожирением – это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Артериальная гипертония, заболевания органов дыхания в плане бронхиальной астмы, синдром абструктивного опно и сна, когда, вы знаете, люди храпят, задыхаются во сне, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие как у мужчин, так и у женщин, различные онкологические заболевания. То есть, если мы посмотрим на долю в глобальном времени заболеваний, то, опять же, мы можем увидеть, что с сахарным диабетом второго типа люди с парбидным ожирением страдают в 75% случаев. То есть, если человек имеет крайне большое весное ожирение второй-третьей степени, то риск, что он будет болен с сахарным диабетом, составляет 75%, да, трое из четырех будут болеть с сахарным диабетом. Ишемическую болезнь, болезнью сердца будет болеть треть пациента. Артериальная гипертония – 50%. И до 41% увеличивается риск заболеть раком. И у людей с ожирением рак чаще всего поражает толстую кишку, пищевод, вследствие большого пассажа пищи, да, и поражаются три женских органа. Это молочная железа, матка и яичники. По той причине, что висцеральный жир вырабатывает достаточно много гормона эстрогена, который бьет вот по этим трем женским органам. И вот в силу того, что люди с ожирением страдают всеми вот этими сопутствующими заболеваниями, продолжительность их жизни сокращается, соответственно, на 10-12 лет. Ну вот так неутешительно выглядит статистика. Скажите, вот у вас на следующем слайде показана причина ожирения, здесь профицит калорий, все понятно. А как быть с похудением наоборот? Всегда ли дефицит калорий гарантированно приведет к снижению массы тела? Ну, если мы говорим о соблюдении правильного питания, когда человек правильно питается изо дня в день, то тогда да, совершенно верно, пить вес будет поддерживаться в нормальных цифрах. Но если мы говорим про диеты, то тут, к сожалению, так не получится. Все зависит от пищевого поведения человека. Если человек привык с раннего детского возраста правильно питаться, то есть получать больше овощей, фруктов, протеина, белка, то тогда риск, что человек наберет лишний вес, достаточно невелик. Но если же с детского возраста ребенок питается фастфудом и к своему совершеннолетию имеет уже какой-то лишний вес, то потом находиться на диете ему будет крайне сложно, потому что изменить своим привычкам пищевым практически невозможно. Поэтому считается, что никакая диета в мире не способна удержать вес больше, чем 3 года. То есть на любой изделий вы можете похудеть, на 10, на 20, на 30 килограмм. Но удержать вес невозможно именно в силу своих пищевых привычек, в силу своего пищевого поведения. Просто в каком случае назначается бариатрическая операция? Это человек не может похудеть, у него не хватает силы воли, или действительно это невозможность изменить свои пищевые привычки на уровне даже подсознательном? Тамар, ожирение – это заболевание. То есть здесь нельзя все ставить во главу силы воли. То есть если вот… Сейчас открою слайд, который очень хорошо показывает, почему, к сожалению, пациент при даже отрицательном уровне энергетического баланса не сможет снизить вес. Я имею в виду пациент с ожирением, уже с ожирением. Вот есть такое понятие, как уровень основного обмена. Уровень основного обмена – это то количество калорий, по сути, которые мы тратим при обычной ежедневной физической нагрузке. То есть вы проснулись, сходили, умылись, сварили себе кофе, пошли на работу. То есть в день, скажем, у вас тратится 1700 калорий. Если вы потребляете хотя бы на 5-10 калорий больше, то с течением времени у вас эти калории превращаются в килограммы. Но вот в какой-то момент вы, например, увидели, что ваш вес вырос на 20-30 кг. И вы резонно считаете, что сейчас я попробую сесть на диету, буду потреблять не 1700 калорий, а буду потреблять 700 калорий. Ну, соответственно, будет дефицит энергетического баланса минус 1000 калорий, и у вас вес начнёт снижаться. Верно? Логично же? Логично, да. Ну, не тут-то было. По той причине, что как только человек начинает голодать, включаются так называемые эпигены. То есть мы все знаем, что наши клетки, они содержат генетический материал, гены, которые отвечают за наш генотип. То есть то, как мы выглядим. Есть эпигены, которые включаются только тогда, когда есть какие-то внешние факторы, например, неблагоприятные условия среды, например, такие, как голодание. И эти эпигены, некоторые из них способны снижать уровень основного обмена. То есть теперь вам необходимо будет для поддержания вашей жизнедеятельности не 1700 калорий, а всего, например, 1000 калорий. А вы рассчитывали, что у вас будет вот этот уровень сохранён на прежнем уровне 1700, да, вы будете потреблять 700, будет дефицит минус 1000, а у вас будет дефицит всего минус 300, а то ещё меньше при соблюдении вот этой низкокалорийной диеты. Этот механизм, он не только у человека, он у всех живых существ на нашей планете. Потому что эволюционно вся наша природа была направлена на то, чтобы выжить, ну вот, в период голодания, в период каких-то катаклизм. И наш организм, он вырабатывал вот этот механизм сохранения вида. То есть вот то же самое можем встретить у других животных. Вспомните, например, вот, почему медведи попадают в зимнюю спячку. Потому что у них наступает голодный период, у них падает уровень энергетического обмена, и они засыпают. Засыпают почему? Для того, чтобы им хватало их собственного жира для осуществления функций дыхания, кровообращения. То же самое происходит с пчёлами, что-то происходит, с насекомыми. То есть все они впадают в спячку, в какую-то литургию, именно из-за снижения уровня основного обмена, когда наступают условия неблагоприятные для жизни. Ну вот положим, и вы... Это, кстати, объясняет, почему человек так медленно худеет, находясь на диете. Казалось бы, он ничего не ест, да, какие-то крохи. А снижение веса происходит медленно-медленно. Ну вот, например, вот он, глядя на график, вот можем посмотреть, когда пациент находится на диете. Скинул пациента в 20-30 килограмм желаемых, и вот теперь он для себя решил, вот теперь я буду кушать ровно 1700 калорий, и не граммулечки больше. Начинает кушать 1700 калорий, и у него начинает набираться вес. Почему? Потому что уровень основного обмена не возвращается тут же на исходный уровень, на 1700. А поднимается медленно-медленно до тех пор, пока пациент не наберёт свой максимальный вес в жизни. То есть набрав один раз максимальный вес в жизни, человек уже, человеческий организм, уже всегда будет стремиться обратно к этому весу. Потому что этот вес будет считаться наиболее оптимальным для выживания вида. Вот. Давайте тогда поговорим про назначение бариатрической операции. В каких случаях вы понимаете, что без неё никак и рекомендуете пациенту? Ну, для этого есть показания. То есть любая операция имеет показания и противопоказания. И показания к операции, они разработаны Медицинским институтом здравоохранения и США, и Американской ассоциацией сердца, и Российским обществом бариатрических хирургов. И имеется в рекомендациях по лечению морбидного ожирения по эндокринологическому консенсусу. То есть это когда индекс массы тела у пациента составляет 40 кг на метр квадратный и выше, либо возможный период пациента, когда индекс массы тела пониже, от 35 до 40, но имеется какое-то из сопутствующих заболеваний. Вот помните, вот из тех, про которые мы говорили раньше, сахарный диабет, артериальная гипертония. И тогда вот это прямые показания для операции. У меня на канале есть ролик, недавно выпустили, там люди, которые прошли через бариатрическую операцию, рассказывали про свои успехи и результаты. И одна героиня болела сахарным диабетом, и после операции не вернулась к лекарствам, и у нее абсолютно нормальный сахар. Да, это так, потому что бариатрические операции, они, в общем-то, лечат и сопутствующие заболевания. В 2004 году еще, это почти 20 лет назад, ученые одного из канадских университетов, они провели исследование. Они взяли группу бариатрических пациентов, порядка тысячи человек, то есть те, которые были прооперированы, и взяли контрольную группу, около пяти тысяч человек, которые были с порбидным ожирением, но которые по каким-то причинам не оперировались. И посмотрели в течение пяти лет частоту обращаемости пациентов к тем или иным докторам, по различным нозологиям. И вот на слайде мы как раз можем увидеть, то есть нам необходимо смотреть те графы, где написано рейт. Не N количество обращений, а именно рейт, то есть количество обращений из тысячи человек. То мы видим, что практически по всем нозологиям и по сердечно-сосудистым заболеваниям, и по заболеваниям органов дыхания, и даже по психическим расстройствам. Количество обращений было значительно больше у контрольной группы, то есть у группы, которая не была прооперирована. То есть иногда цифры больше в пять, в шесть раз, нежели чем у группы, которая была прооперирована. То есть, конечно, если пациент ранее страдал с аквандиабетом второго типа, то зачастую можно достичь частичной или даже полной ремеси с аквандиабетом второго типа. То есть уйти от инсулина, от сахароснижающих препаратов. Если пациент страдал артериальной гипертонией, то доза гипотензимных препаратов, она будет либо значительно снижена, либо пациент также уйдет от этих препаратов. Многие девушки к нам приходят на операции из-за симптомов и гипотензимных яичников с дискменорей, не могут забеременеть, выносить. После бариатрических операций это все получается, потому что гормональный фон нормализуется. И таких примеров масса. Наши коллеги, например, травматологи-ортопеды, они зачастую перед тем, как оперировать своих больных, менять суставы, позабедренные, коленные, отдают своих пациентов нам, чтобы мы снизили им вес, и потом уже они вторым этапом оперируют, ставят эндопротезы. Владимир Романович, а при каком индексе массы тела вы не берете на операцию и говорите, что вначале необходимо снизить вес питанием, нагрузками, а потом уже будет возможно выполнить операцию? Бывают такие случаи? Тамар, какого-то определенного веса нет. То есть иногда мы отказываем пациентов с весом 150 кг, иногда мы берем пациентов с весом и 250 кг на операцию. Все, конечно, зависит от наличия или отсутствия декомпенсации тех или иных заболеваний. То есть пациент может весить, например, 150 кг, казалось бы, для бариатрии немного, но у него будет декомпенсированный сахарный диабет, то есть высокий уровень гликированной гемоглобина, большие дозы инсулина, на которых находится пациент. Тогда, конечно, вот такие пациенты сначала лечатся, обследоваться у эндокринолога. Мы им рекомендуем диету предоперационную, чтобы они соблюдали хотя бы минимум, это две недели, минимум, 200 определенной диеты. И только тогда мы уже берем пациентную операцию. Бывают пациенты 250 кг, молодые, пока еще не сильно отягощенные своими заболеваниями, то есть в стадии компенсации находятся эти заболевания. Когда мы их берем и не боимся, что с ними что-то случится. Расскажите, пожалуйста, в целом про подготовку, предоперационный период, насколько он длинный и что в него входит? Подготовка достаточно обширна. То есть необходимо пациенту сдать целый комплекс анализов, выполнить ряд предоперационных обследований. И там есть и стандартные обследования, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические анализы, липидный спектр крови, электрокардиограмма, ультразвук брюшной полости, гастроскопия. Также исследования, которые мы делаем преимущественно только бариатрическим пациентам. Это, в общем-то, функция внешнего дыхания мы делаем в обязательном порядке, особенно на фоне ковида. Много к нам и переболевших обращаются, и нам приходится делать функцию внешнего дыхания. Эхокардиографию. Иногда приходится делать ночную пульсоксиметрию или полисомнографию, чтобы определить степень обструкции дыхательной. Обычно, если пациент обследуется самостоятельно, то это у него может занимать обследование около двух недель. Если же это происходит у нас в клинике, возможно, все эти обследования провести за два-три дня. Давайте тогда перейдем к видам бариатрической хирургии, какие они бывают, самые распространенные, и самые яркие плюсы и минусы каждой операции. Давайте начнем с бандажирования желудка. Это операция, которая была популярна в 90-е годы, в начале 2000-х было очень много установлено этих бандажей желудка, иногда по показаниям, иногда не совсем по показаниям. хорошая эта операция в том, что она не изменяет анатомии желудочно-кишечного тракта. То есть здесь не происходит удаление части органа, здесь не происходит перешивание петель тонкой кишки. Заключается она в том, что на желудок в области гастроэсфериального перехода накладывается манжета. вот этой манжеты идет трубка полая, которая соединена с портом, и этот порт имплантируется под кожу. При введении в этот порт физиологического раствора, то есть этот бандаж, который наложен на желудок, он может или стягиваться, или растягиваться. То есть если мы введем побольше жидкости, то бандаж сильнее стянется, то есть пища через пищевод в желудок будет проходить меньше. Если мы наоборот жидкости немножко уберем, то пища будет проходить больше. Вот в этом суть бандажирования желудка. Положительные стороны, как я сказал, это никак не изменяется анатомия желудочно-кишечного тракта. Отрицательные стороны, то что всегда в 100% случаев это будут повторные операции. Почему? Потому что если мы бандаж туда поставили, то значит рано или поздно его придется удалить. Также неприятный момент в том, что эти бандажи необходимо регулировать. Регулировать необходимые бандажи примерно раз в два-три месяца. То есть это пациент, независимо от того, где он находится, он должен прийти к бариатрическому хирургу, он должен встать под экран рентгеновского аппарата, потому что регулируется он под экраном рентгеновского аппарата. И доктор его будет или утягивать, или наоборот разжимать. В зависимости от того, какие симптомы будут у пациента. Если у пациента будет желание например поесть побольше, он будет видеть, что порции стали больше, то тогда надо его подтянуть в бандаж. Если же наоборот человек испытывает изжогу, дискомфорт, трудность при глотании, то тогда наоборот бандаж нужно немножко распустить. То есть пациент получается постоянно привязан к доктору, ему нужны регулярные визиты. Кроме того, бандаж, к сожалению, он не лишает человека чувства голода. То есть вы кушаете, вроде вы чувствуете наполненность в желудке, за грудиной, а чувство голода все равно присутствует. И со временем пациенты начинают обманывать этот бандаж. Есть разные способы, я не буду рассказывать такие. Ну и после снятия бандажа вес может вернуться так же быстро, как он набрался до. Конечно, потому что здесь мы просто силой заставляем пациента соблюдать диету. То есть кушать хочется, он пытается, а вот не получается. А подожди секунду, сейчас такие операции делают или это все-таки осталось больше в прошлом? Вы знаете, в нашей клинике мы эти операции не делаем. Большинство, у нас очень много операций есть по удалению желудочных бандажей. То есть сейчас очень много людей приходит и просто удаляет желудочный бандаж и переделывает в какую-то другую операцию. Но так же я встречал и бывает пациент попадается, у которых бандаж стоит уже десяток лет и более и они себя прекрасно чувствуют. Окей. Дальше у нас внутрижелудочный баллон. Да, хотел рассказать про внутрижелудочный баллон, потому что, ну, по сути, это тоже своего рода, ну, такая медицинская манипуляция, которая заставляет пациента находиться на диете. Как я сказал, это манипуляция, это не операция, потому что ничего не разрезается. А это при гастроскопии, да, ну, вот, при исследовании устанавливается баллон. То есть он сначала в вздутом виде, ну, такой, как вздутый шарик. И затем он раздувается и получается баллончик объемом 500-600 миллилитров, который находится в желудке. Ну, метод хороший, мы его используем часто, сейчас объясню, почему. Ну, хотя это тоже своего рода диета, то есть таким образом пациент не может много съесть пищи, голод при этом пациенту также остается, и баллон устанавливается не более чем на полгода. Он сделан из силикона, силикон подвергается воздействию соляной кислоты желудка, изменяются его свойства, и он может, если находится больше чем полгода, он может повредиться, порваться, и тогда, возможно, его придется доставать хирургическим путем, потому что поэтому через полгода обязательно пациент должен прийти, этот баллон удалить самостоятельно, чтобы он не порвался и провалился в тонкую пешку. Удалить полностью или его можно заменить? Его можно заменить, но опять же возникает вопрос, какая цель, то есть его же невозможно менять постоянно, но можно поменять один раз, поменять два раза. Учитывая, что эта процедура не такая дешевая, то есть снять и поставить баллон стоит порядка 110 тысяч рублей, мне кажется, уж лучше тогда сделать адекватную бриатрическую операцию и не мучить человека вот этими баллонами. Но баллон имеет место в существовании, потому что мы его ставим тогда, когда мы не можем пациента прооперировать сразу. Ну, в силу тяжелой сопутствующей патологии, например, когда его надо немножко похудеть, когда надо компенсировать уровень сахара, вот тогда мы можем его поставить. Либо коллеги наши просят, те же травматологи или кардиохирурги, чтобы они не могут прооперировать пациента, не могут им сделать никакое исследование, не могут его даже выполнить диагностику, вот КТ, например, не помещается пациент в КТ-аппарат, вот тогда мы ставим баллон, за несколько месяцев пациент худеет на 20-30 килограмм, выполняет необходимую процедуру или манипуляцию, и потом этот баллон удаляет, или делает бариатрическую операцию. Ну, и опять же сохраняется риск того, что после удаления баллона вес снова вернется. не сохраняется, а он на 100% вес вернется, поэтому, когда приходят молодые девушки или юноши и говорят, «Вай Романович, поставьте нам баллон, мы хотим похудеть», тогда я честно всех отговариваю, объясняю, что этот метод лечения не для вас, то есть он имеет свои показания, но для определенной категории пациентов. А если вы хотите похудеть раз и навсегда, то это не ваш метод абсолютно, это будут выброшенные идеи. Дальше продольная резекция желудка. Продольная резекция желудка, ну, это уже такая серьезная бариатрическая операция, заключается она в том, что резицируется, то есть удаляется большая часть желудка, удаляется по большой кривизне, то есть есть у желудка малая кривизна, та, которая к печени обращена, и есть большая кривизна. По большой кривизне резицируется желудок, то есть это уже на операционном столе, когда пациент спит, через ротовую полость желудок до 12-перстной кишки вводится калибровочный зонд, ну, достаточно толстый примерно, Вот мой палец, где-то 1,3 см. И вот по этому толстому зонду калибруется желудок. Удалённая часть эвакуируется из брюшной полости. Операция делается лапароскопически. Занимает где-то около часа вся процедура. Ну и особенность, скажем так, большой плюс этой операции в том, что удаляется грейлин, продуцирующая зона. Грейлин – это гормон аппетита, который вырабатывается клетками желудка, клетками дна желудка. И как раз вот это дно желудка, оно, кстати, обращено кверху. То есть вот в анатомии дно у желудка, оно находится вот сверху. Как раз резицируется это дно желудка, которое вырабатывает гормон грейлин. И после операции пациент не хочет кушать. Это первое. А второе – создаётся достаточно малый резервуар, объёмом всего около 100 миллилитров. То есть пациент и не сможет скушать больше, чем полстакана, больше, чем 100 миллилитров. Но в то же время ему и хотеться не будет. То есть вот это два огромных плюса. Гастро-шунтирование считается золотым стандартом бариатрической хирургии, потому что впервые гастро-шунтирование было сделано в 1969 году. То есть известны уже все подходы, доступы, все за, против, все плюсы, минусы. Что называется, входы-выходы, любые осложнения, как бороться с ними. То есть это операция, которая дольше всего присутствует на рынке бариатрических медицинских услуг. Особенность этой, суть этой операции заключается в том, что из большого желудка формируется небольшой резервуар, такой кармашек. Это кармашек объёмом где-то около 80 миллилитров. И к этому кармашку подшивается петля тонкой кишки. Подшивается таким образом, что образуется шум для пищи. И пища проходит мимо основного желудка и мимо части тонкой кишки. Как вы видите на слайде. Также формируется ещё одно соустие между двумя петлями тонкой кишки. Между одной петлёй, которая идёт от большого желудка, и между петлёй, которая идёт от маленького желудочка. Вот в этом месте желудочный сок и пища, которая будет теперь поступать по новому пути, они будут соединяться. И с этого момента уже сами пищевые вещества будут всасываться в тонкой кишке. Отчасти плюс этой операции в том, что здесь ничего не удаляется. То есть если при продольной резекции удаляется часть желудка, то здесь всё остаётся на своих местах. И зачастую пациенты спрашивают, а вот, например, вот эту операцию можно вернуть, чтобы было всё как раньше? Да, можно. Но, правда, ни одного пациента мы ещё с коллегами не видели, который вот пришёл и сказал, Владимир Романович, верните всё обратно. Я вот хочу, чтобы было всё как раньше. Вот, конечно, при продольной резекции это сделать будет невозможно, потому что часть желудка мы просто в тазик выкинули. Вот. А здесь, в принципе, всё переделать обратно возможно. Значит, какие плюсы и минусы между первой и второй операцией, я предлагаю тоже чуть-чуть дальше рассмотреть. А пока перейти к следующим видам. Есть ещё также операции, которые называются белиопокреатическое шунтирование, операция САДИ, мини-гастрошунтирование, гастропликация. Но части из этих операций, они ещё пока одобрены не всеми ассоциациями, организациями мировыми для выполнения, потому что часть из них слишком молодые операции, и долгосрочных результатов нет. Либо вот белиопокреатическое шунтирование очень хорошая операция, вот та, которая на левом слайде. Она применяется уже достаточно долго. Однако по сравнению с дастерошунтированием эта операция несколько сложнее технически. Больше осложнений может быть в отдалённом периоде по всасыванию минеральных веществ и микроэлементов. А по эффективности гастрошунтирование не уступает. И поэтому белиопокреатическое шунтирование сейчас отходит немножко на задний план. То есть уступает место гастрошунтированию. Поэтому мы его тоже рассматриваем системе операций, которые сейчас менее популярны в мире. То есть по факту у нас самыми популярными операциями в мире это остаётся гастрошунтирование, которое является золотым стандартом, и продольная резекция желудка. На данный момент в мире продольных резекций желудка делается больше, чем гастрошунтирование. Потому что эта операция по своему эффекту нельзя, чтобы уступала гастрошунтированию, но она технически проще. И больше хирургов готовы её выполнять, продольную резекцию. Поэтому она стала достаточно популярной. И вот этих операций делается каждый год больше и больше. Ну, что касается операций бариатрических, наверное, мы рассмотрели. И сейчас я предлагаю рассмотреть разницу между продольной резекцией и гастрошунтированием. Ну, так, друзья, давайте рассмотрим две наиболее популярные операции. Это продольная резекция желудка и гастрошунтирование. Что там, что там. Потеря веса составляет 65% от избытка массы тела. Вообще, что такое избыток массы тела? Чтобы нам понимать, сколько человек потеряет. Давайте рассмотрим. Если, например, человек ростом 170 см, а весит 120 кг, то у него избыток массы тела получится 50 кг. Почему? Потому что при росте 170 см идеальный вес должен быть 70 кг, а он весит 120. То есть получается 50 кг – это избыток массы тела. Вот 65% от избытка массы тела, от 50 – это будет примерно 35 кг. То есть 35 кг потеряет человек в течение года после бариатрической операции, которая весит 120 кг, при росте 170. И он уже через год при росте 170 будет весить сколько? 85 кг. Правильно. То есть это то, что может обещать бариатрическая хирургия. А дальше вес продолжит снижаться? Просто медленнее или уже нет? Значит, снижение веса вот этого, оно происходит в течение года. Если человек хочет снизить больше вес, но ему тогда надо через месяц-полтора после операции идти в спортзал. Вот сколько вы скинете вот в течение этого года, ну, считайте, вот этот вес у вас потом в течение жизни и будет сохраняться. Ну, там плюс-минус какие-то колебания будут. Если же вы понадеетесь только на бариатрическую хирургию, скинете вот эти 65%, скажете, Владимир Романович пообещал 65%, все, вот недостаточно. То вот потом через год, если вы захотите подскинуть еще, это уже будет как диета. Помните то, что вы про диеты говорили? Вы скидываете, она набирается, вы скидываете. Дет прекращается, вес опять набирается. Понимаете? То есть у вас есть год после операции на то, чтобы привести себя вот в хорошую физическую форму. И тут вы можете либо действительно идти в спортзал и прямо работать над собой, либо вам достаточно 65% избытка массы тела, и тогда вот на этом мы останавливаемся. То есть при продольной резекции, при гастрошунтировании потери веса будет одинаково, примерно 65% от избытка массы тела. Но когда мы говорим, что все-таки давайте делать продольную резекцию желудка, почему она лучше продольной резекции желудка? Потому что она, во-первых, технически проще, она быстрее, она дешевле финансово. Ее лучше делать при заболевании билиопанкреатододональной зоны. Почему? Потому что всегда после этой операции будет возможность сделать гастроскопию. И с помощью гастроскопии увидеть и двенадцатиперстную кишку, и область большого додонального соска, и область пилорического канала, что невозможно будет сделать после гастрошунтирования. Ну и в юном возрасте, особенно в детской бариатрической хирургии, ну и вообще пациентам до 20 лет мы рекомендуем обходиться продольной резекцией желудка. И пациентам старше 60 лет мы тоже рекомендуем делать продольную резекцию желудка, потому что длительность наркоза, она меньше, операция меньше длится. Когда мы говорим, что продольную резекцию желудка вам делать не стоит, а стоит лучше рассмотреть вариант гастрошунтирования. Если у пациента, например, есть грыжа пищеводного отверстия диафрагма, то после продольной резекции желудка симптомы эзофагита, то есть изжоги, они могут только усугубиться. И придется пациенту тогда все равно переделывать этот слив, переделывать гастрошунтирование. Ну и мы не делаем тогда, когда пациенты приходят и говорят, ну вот как же так, мне же удалять часть органа. Ну ладно, хорошо, не хотите удалить часть органа, давайте сделаем гастрошунтирование. Вот так. Еще стоит что сказать. Если, например, пациент лечинфицированный, то ему тоже мы рекомендуем делать только продольную резекцию желудка. Почему? Потому что часть препаратов, те, которые подавляют вирус иммунодефицита, они всасываются как раз в 12-перстной кишке, в начальных отделах тонкой кишки. Поэтому при продольной резекции эти препараты всасываться будут, а при гастрошунтировании они всасываться не будут. Также при хронических железодефицитных анемиях, например, препараты железа, например, они не все всасываются, вернее, почти все всасываются в 12-перстной кишке, поэтому тоже при хронических железодефицитных анемиях мы будем рекомендовать продольную резекцию желудка и не будем рекомендовать гастрошунтирование. Ну вот такие нюансы фармакинетики и лекарственных препаратов стоит учитывать, когда мы выбираем тот или иной вид операции. Гастрошунтирование. Когда мы говорим вот прям все, давайте лучше делать гастрошунтирование. Во-первых, это золотой стандарт бариатрической хирургии, как мы говорили, максимальное количество наблюдений и самое главное, самый большой плюс это достижение длительной ремиссии сахарного диабета второго типа в 80% случаев. То есть если пациент болеет сахарным диабетом второго типа, мы всегда ему предлагаем сделать гастрошунтирование, потому что это с большой долей вероятности поможет избавить его от приема сахароснижающих препаратов и от инсулина. Когда мы остерегаем пациента выполнение гастрошунтирования, если пациент, например, ранее перенес множество операций перед брюшной стенки, на брюшной полости, то есть шанс, что мы столкнемся со спаечной болезнью брюшной полости. И в этих условиях выделять петли тонкой кишки, накладывать анастомозы может быть крайне затруднительно и зачастую даже опасно для пациента. То есть это повышенный риск несостоятельности анастомозов, перфораций. Тогда мы пациенту все-таки предлагаем остановиться на продольной резервеции желудка. Недостаточная комплаентность пациента. То есть при общении с пациентом мы понимаем, например, что он не будет этот пациент принимать на регулярной основе до конца жизни витаминные препараты. Ну вот, например, живет где-то в глубинке пациент, и мы понимаем, что у него нет доступа ни к аптечной сети, ни к интернет-доставке, что нет условий, которые бы позволили ему постоянно мониторить рынок витаминных препаратов, заказать витаминный препарат. Это вот таким пациентам мы тоже отказываем гастрошуитирование, потому что действительно, нет-нет, и бывают случаи, когда появляются пациенты, которые были оперированы 7-10 лет назад и поступают с тяжелой витаминной недостаточностью, с тяжелыми заболеваниями, которые связаны с недостатком витаминах и микроэлементов. Поэтому, когда мы видим, что приходит пациент, с которым сложно договориться о том, что он будет принимать регулярную основу витамин, мы таким пациентам отказываем гастрошуитирование. При заболевании билипанкреатодунальной зоны, при язвенной болезни 12-перстной кишки мы также предлагаем пациенту сделать лучше продовольную резекцию желудка, а не гастрошуитирование, чтобы всегда была возможность при гастроскопии визуализировать эти области. Потому что, как уже было сказано, при гастрошуитировании гастроскопом увидеть эти зоны не будет представляться возможным. Ну и тогда, когда надо технически быстрее закончить операцию, что касается у пожилых больных или у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, мы тоже предлагаем сначала сделать не гастрошуитирование, а продовольную резекцию желудка, а потом уже, если будет необходимость, рассмотреть вопрос о переводе продовольной резекции в какую-то шунтирующую операцию. Ну вот, пожалуй, так. А скажите, а при гастрошунтировании чувство голода сохраняется у человека? Нет, не сохраняется, потому что при формировании вот этого небольшого кармашка пересекаются веточки блуждающего нерва, которые идут в дно желудка. И чувство голода пациент также не испытывает, как и при продовольной резекции желудка. И второй вопрос про сахарный диабет второго типа. Вы сказали, что при гастрошунтировании лучшие результаты. С чем это связано? Потому что масса тела снижается и там, и там, но почему именно гастрошунтирование при диабете? Это связано, что пища не проходит через двенадцатиперстную кишку и не вырабатываются некоторые гормоны и пептиды, которые отвечают за чувствительность клеток тела к инсулину. Это связано с таким эффектом. То есть, когда мы создаем шунт, это касается любой шунтирующей операции, не только гастрошунтирование, но и мини-гастрошунтирование или пакреатическое шунтирование. То есть, когда выключается из процесса пищеварения двенадцатиперстная кишка и начальная часть тонкой кишки. Ну, что касается послеоперационного ведения пациента, то мы, например, в нашей клинике даем пациентам вот такие вот брошюры, то, как они себя должны вести после операции до конца жизни. То есть, есть, конечно, определенные условия, которые необходимо соблюдать, особенно первое время по диете, по еде. То есть, первые два дня после операции пациент находится на жидкой пище. Со второго дня по 14-й день также пациент принимает жидкую пищу, но туда что входит? Бульон, белковое питание, чаи без сахара. в течение двух недель всё же это приём жидкого питания. С двух недель до двух месяцев эта пища пивообразная. И уже через два месяца пациент, он может принимать практически любую пищу, которую он ел до операции. Это, в общем-то, нельзя сказать, что мы сажаем пациента на такую суровую диету именно после бариатрической операции. После любой операции на желудочно-кишечном тракте пациент он соблюдает такую же диету. То есть, если пациент оперирует желудок и не по причине бариатрии, а по причине опухоли, доброкачественной, злокачественной, или если операция на кишечнике, то любому пациенту означается именно такая диета. То есть, нельзя сказать, что после бариатрической операции пациент садится на конкретную жёсткую диету. Это касается любой операции на желудочно-кишечном тракте. Что необходимо помнить бариатрическим пациентам, то, что до конца жизни необходимо принимать витаминные препараты. Это касается и гастрошутирования, и продольной резерции желудка. Зачастую пациенты думают, что если сделали продольную резерцию желудка, то витаминные препараты принимать не надо. Это не так. В желудке после бариатрической операции зачастую возникает дефицит витамина В12, который приводит к анемии, то есть к низкому уровню гемоглобина. Поэтому витамины группы В принимаются обязательно что пациентами после продольной резерции желудка, что пациентами после гастрошунтирования. В обязательном порядке принимаются витамины группы Д и глюканат кальция. И все эти дозы ваш доктор вам обязательно скажет, пропишет. То есть в каждом случае мы назначаем свои дозы. То есть тут унифицировать все нельзя. После операции также пациент, как правило, в течение двух-трех месяцев принимает препараты из группы ингибиторов протонной помпы для снижения кислотности в желудке. Скажите, пожалуйста, а с чем связан такой долгий период до двух лет, когда женщина должна принимать контрацепцию после операции? После бариатрической операции есть вероятность забеременеть достаточно быстро, можно сказать, неожиданно. Потому что, как мы говорили, что женщины, которые страдают ожирением, у них зачастую возникает такая проблема – забеременеть, выносить, родить. А после бариатрической операции, когда нормализуется гормональный фон, женщина очень легко может забеременеть. Но, казалось бы, что здесь плохого? Только одни плюсы. Но после бариатрической операции снижается уровень фолиевой кислоты в крови, которая может привести к недостатку фолиевой кислоты и у плода, и это вызовет недоразвитие центральной нервной системы у плода. Поэтому в течение полутора-двух лет женщине необходимо принимать фолиевую кислоту. Перед тем, как она решит забеременеть, необходимо сдать анализ на фолиевую кислоту. Если будет необходимость, то догнать его до необходимого уровня, ну и потом уже беременеть и рожать. Вы говорите, что необходимо отказаться от курения и приема алкоголя. Это на какое-то время или на всю жизнь? Если на всю жизнь, то почему такие ограничения? Ну, во-первых, и то, и другое является вредной привычкой. И ни один доктор вам не порекомендует продолжать курить и употреблять спиртные напитки. Что касается курения, то отказ от курения за два месяца до бариатрической операции снижает риск переоперационных осложнений аж на 30%. То есть, представляете, риск несостоятельности, риск кровотечения после операции, он снижается на 30%, если пациент всего-навсего откажется от курения. Что касается алкоголя, пациентам категорично после операции нельзя будет принимать шипучих напитков, в том числе шипучих алкогольных, то есть пиво, например, или шампанское. Прием крепкого алкоголя, ну и вина, он, в принципе, не запрещен до конца жизни, но необходимо понимать, что опьянение будет наступать гораздо быстрее, потому что алкоголь будет непосредственно попадать в тонкую кишку, будет быстро всасываться, и опьянение будет происходить гораздо быстрее, от меньших доз, чем опьянение происходило раньше. Понятно. Скажите, пожалуйста, как часто необходимо будет показываться врачу в течение первого года после операции и дальше в течение жизни? В течение первого года мы рекомендуем показаться через 3 месяца, 6, 9 и 12. И затем показываться бариатрическому хирургу ежегодно. Но если не возникает никаких проблем, если у пациента не возникает вопрос. Конечно, если у пациента возникает вопрос, то мы рекомендуем обратиться сразу же. Особенно если мы говорим про первый год после операции. Особенно это такие, как тошнота, рвота, изжога, которые не купируются препаратами. После выписки это, например, подъем температуры, боли в животе. То есть такие симптомы требуют немедленного обращения к бариатрическому хирургу. Есть ли риск после проведения бариатрической операции все равно набрать вес, если мы говорим про шунтирование, например? Про шунтирование практически нет. Это действительно случаи единичные, когда при гастрошунтировании пациент набирает вес. Значит, он изначально был недостаточно, может быть тщательно обследован психиатром или эндокринологом. Кстати, забыл уточнить, что в предоперационную подготовку бариатрической пациента входит обязательно осмотр, консультация психиатра, который решает вопрос, не является ли вот это изменение расстройства пищевого поведения действительно настолько серьезным, что требует в первую очередь лечения психиатра, а не бариатрического хирурга. Такие случаи тоже бывают. Поэтому после гастрошунтирования, если у пациента действительно не было изначально булимии, в общем-то риск набора веса практически ничтожен. Другое можно сказать про продольную резекцию желудка. После продольной резекции желудка действительно у 20% пациентов возможен повторный набор веса через 5-7 лет примерно на 10-15% от того веса, который у них остался после операции. Что это значит? Мы говорили про пациента ростом 170 сантиметров, 120 килограмм, он с кемом 65% от избытка массы тела и стал весить 85. То вот через 5-7 лет после операции он, получается, может еще набрать, скажем, 8,5-10 килограмм и будет весить 95, около 100 килограмм. Но разъесться, например, до прежних 120, ему будет практически невозможно. Потому что, знаете, мы с желудка сформировали полую трубку, которая прошита тремя рядами титановых скобок и, в общем-то, нет предпосылок, что желудок растянется до прежних размеров. То есть, да, он может немножко увеличиться до размеров, но он растянется до прежних размеров. Поэтому после продольной резекции это возможно. Изначально продольная резекция желудка – это была частью операции билепатриотического шунтира. И просто пациентам с очень большим весом делали эту операцию в два этапа. То есть сначала делали продольную резекцию, а там через полгода, через год делали шунтирующий этап. И было замечено, что 80% пациентам второй этап он просто не нужен. Они прекрасно худеют на продольной резекции желудка. Поэтому решили вот эту продольную резекцию желудка сделать как отдельный вид операции. С тех пор она существует как отдельный вид операции. поэтому не у всех есть даже возможность и разъесться после продольной резекции желудка, а только у какой-то небольшой части. Владимир Романович, если можно, обозначьте, какая стоимость в России таких операций и можно ли в каких случаях получить помощь по УМС. Болиатрическая операция стоит порядка 200, ну, 200, это, наверное, минимум, там 220-230 тысяч рублей от этой продольной резекции желудка. И ну, и выше, там, кто, кто, кто как договорится. Газошунтирование стоит несколько дороже. Ну, вот у нас в центре, например, продольная резекция желудка вообще если рассматривать это как, я имею в виду вот 230 тысяч рублей это как комплексная услуга, то есть куда включена операция, наркоз, пребывание в стационаре, там, лекарственные препараты, то есть вот такая комплексная услуга, она вот будет стоить порядка 220-230 тысяч рублей за продольную резекцию желудка. Ну, и газошунтирование на 30-40 тысяч дороже. Сюда не входит ни предоперационное обследование, не после операционного введения. То есть сюда эта вот сумма с момента поступления на операцию до момента выписки. Если рассматривать услуги отдельно, ну, вот, например, у нас в ЛКЦ ФМБА сама продольная резекция стоит 86 тысяч рублей плюс 30 тысяч, это примерно наркоз, 4,5 тысячи стоит койко-день в стационаре, и большая степень расхода, это сшивающий аппарат. Это, кстати, о вопросе, почему так дорого стоит бариатрическая операция. Учитывая, что операции делаются лапароскопически, то есть мы должны как-то подлезть к внутренним органам. Это нам позволяет делать вот такие сшивающие аппараты, которые пролезают через отверстия диаметром 1,3 миллиметра, 1,3 сантиметра, 13 миллиметров. То есть мы, когда оперируем, мы делаем 5 отверстий, значит, 2 по 13 миллиметров, 1 по 10 миллиметров и 2 по 5 миллиметров. Вот те отверстия по 13 миллиметров, через них мы работаем вот такими сшивающими аппаратами. Эти сшивающие аппараты одноразовые. И к ним идут вот такие одноразовые сшивающие кассеты. Вот она в упаковке. Вот одна такая кассета стоит порядка 10 тысяч рублей. Ее хватает на одно прошивание. Вот таким образом вставляется в аппарат, производится прошивание, затем она извлекается. вставляется новая кассета. Вот на операцию уходит от 6 до 8 таких кассет. То есть это получается 80 тысяч уже. Это стоит только вот расходные материалы вот эти на операцию. Плюс аппарат сам стоит 25 тысяч. То есть 100 тысяч рублей пациент платит за то, что у него, по сути, вот остается в животе. Вот один раз мы это засунули, вот на операцию мы отработали и это все выкинули. То есть второй раз это использоваться не может. А почему сам механизм не может использоваться? Стерилизовать нельзя? А он пластиковый. Он пластмассовый. Он не металлический. Всегда ли можно произвести операцию лапароскопически или иногда нужна полостная операция при бариатрии? Иногда возникают случаи, когда приходится открываться. Но вот за нашу практику с 2012 года мы открылись всего два раза. Все остальные операции мы делали лапароскопически. Поэтому действительно такие случаи иногда возникают. Но еще есть возможность, лучше, конечно, делать лапароскопически, потому что пациент, как правило, в день операции встает, начинает пить, он начинает ходить в день операции, ну и выписывается, как правило, на третий день после операции. То есть это все благодаря вот этим минимальным инвазивным технологиям. Если делать операцию открыто, то вот эти дорогостоящие шивающие аппараты не нужны. То есть там делаются все более дешевые аппаратуры. Так, а может быть тогда, если у кого-то нет денег, в целях экономии просить делать полостную операцию открытую? Это будет огромный минус, потому что наши пациенты, они обладают вот огромной коморбидностью, да, то есть раздышать такого пациента, у которого болит живот, разрезан живот, раздышать его анестезиологом после операции будет достаточно тяжело, вдохнуть этот пациент полной грудью не сможет, а значит у него будет больший риск возникновения послеоперационной пневмонии, больший риск развития раневой инфекции, больший риск, что пациент умрет. То есть поэтому даже при осложнениях в бариатрической хирургии, то есть при несостоятельности анастомоза, при перитонитах открыться, это для нас вот самый-самый крайний вариант, самое последнее дело. Мы обычно и несостоятельности, и перитониты ведем только лапароскопически по той причине, что мы понимаем, что если мы пациента откроем, если мы сделаем обычный стандартный доступ, это обязательно будет пневмония, это обязательно будет мгновение послеоперационной раны, потому что все эти пациенты большей частью страдают сахарным диабетом, и тогда мы уже не выведем. Поэтому придумано лапароскопические методики, потому что это гораздо безопаснее для пациента, чем открытые, особенно для наших пациентов бариатрических. Есть ли возможность получить такие операции по ОМС? Не по ОМС, а по федеральным квотам. Есть возможности. Для того, чтобы выполнить эту операцию по федеральной квоте, нужно кроме морбидного ожирения, то есть кроме индекса массы тела 40 и выше, иметь сахарный диабет второго типа. То есть федеральные квоты, они выделяются не на раздел хирургии, или бариатрической хирургии, а на раздел эндокринологии. И диагноз должен звучать инсулиннезависимый сахарный диабет, код МКБ Е11.6, и плюс к этому морбидное ожирение, то есть индекс массы тела должен быть выше 40. Тогда возможно приучение федеральных квотов. И операция будет для пациента совершенно бесплатной. Заплатят только за обследование и за послеоперационное ведение, если ему там будет необходимо. Ну, если будет необходима визита к врачу дальше. Владимир Романович, а какие бывают основные осложнения бариатрических операций? Если рассматривать ранние осложнения бариатрических операций, то это несостоятельность линии швов, и тогда содержимое желудка, содержимое кишки попадает в брюшную полость и возникает перитония. Либо это может быть кровотечение. Кровотечение может быть как в брюшную полость, так и внутри просвета желудка и тонкой кишки. И первое осложнение, второе, оно относится к достаточно тяжелым и зачастую требует повторной операции, а иногда даже не одной повторной операции, а двух и трех. но, к счастью, осложнения такие серьезные возникают нечасто, возникают примерно в двух-трех процентах случаев. По крайней мере, когда вы идете в клинику и хотите оперироваться, вы должны быть уверены, что там есть полноценное отделение реанимации, что там есть все специалисты, которые могут помочь, если вдруг это осложнение случится. Если мы будем говорить про отдаленное осложнение, то, если мы говорим про гастрошутирование и про шутирующие операции, это может быть стриктура сужения анастомозов. При продольной резекции это также может быть стриктура вот этой желудочной трубки, и тогда это требует либо бужирования, бужирование – это процедура эндоскопическая, то есть, когда гастроскоп вводят в области вот этого сужения, в области анастомоза, и его расширяют или баллончиком, раздувая баллончик, либо проводя через вот это суженное место специальные бужи разных диаметров. Сначала потоньше, потом потолще, и добиваются необходимого диаметра, чтобы пища свободно проходила в нежрежащий отдел желудочно-кишечного тракта. также из серьезных осложнений можно выделить витаминную недостаточность, у человека может возникать анемия на фоне витаминной недостаточности, пораженная слабость, когда действительно пациент не может понять, почему даже голову от подушки сложно оторвать и так на протяжении лет вот эти симптомы беспокоят. И сжоги могут беспокоить пациентов, но это уже не относится к таким серьезным осложнениям, то есть это рекрукс изопогид, лечится медикаментозно. Ну, в общем-то, большая часть осложнений, они связаны с желудочно-кишечным трактом. Скажите, а как правильно выбрать клинику и врача для того, чтобы максимально обезопасить себя от осложнений? На что обратить внимание, что должно быть в клинике из оборудования, из бригады? Прямо вот какие-то такие основные пункты, на что обратить внимание? Рекомендую просто выбирать крупную клинику, где есть действительно мультидисциплинарная команда. Есть и полноценное отделение хирургии, полноценное отделение реанимации, полноценное отделение кардиологии, где есть все необходимые диагностические службы, где своя лаборатория, свой рентген, своя компьютерная томография. То есть, чтобы не получилось так, что для того, чтобы выполнить компьютерную томографию, придется возвести в какое-то другое лечебное учреждение. Поэтому выберите то учреждение, которое действительно максимально оснащено и наполнено всем оборудованием и всеми специалистами. Владимир Романович, спасибо вам большое. Мне кажется, мы дали максимально исчерпывающую информацию для того, чтобы люди могли понять, нужна ли такая операция, с какими рисками и с какими преимуществами она сопряжена и как получить такую помощь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши лайки, подписки. Увидимся. Пока. 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 Пока.